Так, всем привет! С вами Воскресный Волк, зубами щелк. Это я, собственно, персоной. Сегодня большой день. Я, как говорится, веду свое, так сказать, видео из моего собственного жилища. И сегодня большой день. Я праздную ровно 25 лет в Штатах. 11 сентября 1997 года. О, это мое отражение. Это что, мне такой большой брюшком? Ну, пожалуй, за эти 25 лет все, чего я добился, это размер моего брюшка. Оно у меня есть, оно довольно большое. Вот. Тогда вот в сентябре я приехал. Помню, самолет приземлился. Таможню проходим. В самолете все говорили по-русски. Было весело, интересно, замечательно. А тут приехал, прохожу таможню. Я понимаю, что я один. Я совершенно не ориентируюсь. Кое-как по знаком понимаю, куда идти в эту таможню. И все. А дальше? А дальше ничего. Вот. Кое-как прошел. Никто по-русски не говорит. И я понял, что английский язык нужен. Потом я же приехал как студент изучать английский в университете Вашингтона. Ого-го. Гоу-хаскейс. Юда, об этом ойо. Да. Я такой пижон. Три неоконченных высших образования. Говорится, химик, специалист по лесу. Леса какой-то там хрени, обработки древесины. ФИХЛК. ХМТ-11. В политене Хабаровском. Потом что у нас был? Колледж Институт Связи РРТ-220. Символичное название. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Да, я бывший телевизионщик. Я для этого и поступал туда, потому что мечтал в студии телевидения работать. Камеры, микрофоны, миксеры, программы, эфир прямой. Раскадровка, все такое. Провода, все такое. Подключить. Вот эта атмосфера мне всегда прельщала. Проучился. Ни хрена не поработал. В Штатах удалось сделать себе небольшую карьеру. Буквально на несколько лет телепродюсером. Меня стажировал человек, который выиграл Оскар за лучшую операторскую работу. Он придумал несколько спецэффектов. И постоянно мне говорил, что ты камеру так быстро двигаешь. Медленнее, медленнее двигаю. Ну вот. Результат налицо. Даже телефон в руке держать не могу, он у меня дрожит. Пожалуй, это самое большое достижение. Ну что, еще думаю. Тогда первой мыслью была, ну да, виза на три месяца. Да, надо было, хотелось остаться. Не знал как. Ну да, 22 года было. Молодой, красивый. Все шучу, что проскочил с Штата, как намыли на член в задницу. Ничего. Пророческое. Получил убежище. Все думал. А сначала как остаться, как задержаться. Потом как работать. Где какой доход. Ну да, к сорока годам понял, что да, это возможно. Что за мухи тут летают. Еще и садятся на меня. Ну а сейчас, что вот у меня в планах. Жить научился. Работа понятно, как стало. В общем-то, это уже пройденный этап. Вообще, сколько у меня в бизнесе 18 лет. Ну, где-то из них последние, сколько, ну лет 8 точно. Так, какой это был год. Ну, когда я вернулся в Сиэтл. В 15-м году. Гражданство в 16-м получил. Ну, значит, да. Где-то с тех пор я вдруг понял, что деньги это не проблема. Надо заработаю. Только весь вопрос, а зачем, куда их, зачем деньги зарабатывать? Как я говорю всем, что деньги нужны для того, чтобы их зарабатывать, а потом тратить. Если так хочется прожить нормально, нужно сокращать расходы, увеличивать доходы. И на этом балансируем. А я, как говорится, работаю только в свободное от отдыха время. Все. Пройденный этап, это установил. Ну, а дальше что? А дальше, ну, дальше я один. Да. Есть мечты, я мечтаю тут. Все подыскивал себе жениха. Мол, смотрите, я вот такой толстенький, вот на выданье. Есть кто-нибудь, кто меня влюбится? Ага. В результате получилось, что влюбился я сам? Ну, тупо, глупо, безответно. И сейчас страдаю. Так что, ого, 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 все, кто меня смотрит, пожелайте мне удачи. Следующие 25 лет потрачу на то, чтобы охмутать этого типуса. Вот. Кольцо на пальце видите? И я не вижу. А оно должно быть. Так что, вот, это мои планы на следующий этап жизни. В Штаты переехал. Жизнь обустроил. Сейчас пора, вот. Следующее. Это намного интереснее. Сегодня что-то меня мысливое посетило, что... Вот у моего клиента одного дети выросли. Поехали учиться. Один куда-то в Канаду, в университет, другой в Нью-Йорк. А я помню, это были мальчишки. Что-то 5-6-7 лет было. Вот они вот у меня в голове остались такими же молодыми. Ну, мальчишки, ну что там в шкете у клиента? А, осторожно, не попади. Не лезь мне тут под провода, а тут тебя током трахнет. А сейчас они вон пошли учиться. Смотрю на фотографию, там прислал. Вот же. Вот так вот, я понимаю, становятся педофилами. Оказывается, признак старения, это то, что дети вдруг... Ну, для меня, ну, действительно дети. Я их никогда не вспомнил. А тут смотрю, они такие гарные хлопчики уже. Вау. Не, ну, все равно, для меня внутренний барьер, это вот разница не более, чем в два раза. Вон Алексеем у меня был. 5 лет моложе меня. Я еще все шутил. 5 лет и 5 дней. У меня день рождения 20-го, у него 25-го. И то разница прям чувствовалась. Как будто, знаешь, общаясь с каким-то ребенком. А тут меня угрозило втюриться в одного типуса, который вообще... Ой, елки, об этом даже лучше не думать. Как я все называю? Ветер в голове, ежик в жопе. Ну, что? Вроде они прямо нет, не говорят. Ну, посмотрим, посмотрим. Так что все хорошо. В общем, с вами был Воскресный Волк. Зубами щелк. Подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите обязательно на канал Василия. Он интересные вещи говорит. Он сегодня обстримился. Ну, ничего. Человек забавный. Я поставлю ссылку на его канал в описании. Ну, это все. Вам всем, господа, удачи. И празднуем мое 25-летие в Штатах сегодня. Все. 25 лет здесь.